После достаточно изящного, вербального издевательства от Такаева, Москву опять унизили. Территория Кёнигсберга, исторически никак не связанная с Россией и даже не имеющая с оной территориальной границы, оказалась под европейской блокадой. Литва перекрыла пути для провоза санкционных товаров в Кёнигсберг, из-за чего и вчера, и сегодня официальные представители Кремля начали громко кричать, сыпя угрозами. Причем угрозы моментально превратились в какие-то маниакальные любые методы. Ну что ж, давайте разберемся с теми инструментами влияния, которые есть у Москвы. Первый. Дипломатия. Отношения между Литвой и РФ разорваны. Дипломатических сношений нет. Обстановка напряженная. В данном контексте Москва может позволить себе лишь некоторые символичные шаги, которые никоим образом не могут повлиять на законное решение ЕС заблокировать санкционную торговлю. Прежний договор между Москвой с одной стороны и ЕС плюс Литва с другой не нарушается, поскольку Литва, позволяя она провозить санкционку по своей территории, подпадает под двойные санкции, при этом не имея никакого бонуса от такой сделки. Она и так принимает постоянные неадекватные нападки Кремля. Так что на этом уровне у Москвы целых ноль вариантов лоббирования деблокады территории Кёнигсберга. Второй. Экономика. Основа зависимости от РФ это энергоресурсы. Однако напряженные отношения с Литвой позволили последней диверсифицировать поставки энергоносителей, а Москва уже успела перекрыть все возможные вентили между Кремлем и Вильнюсом. Уровень внешней торговли между Москвой и Литвой также находится в упадке, поэтому фактически не существует методов экономического продавливания Литвы по вопросам Кёнигсберга. Газ – сжиженный СПГ. Нефть – альтернативные поставщики. Общая торговля – недостаточно проблемный и важный кейс. Литва давно интегрирована на западные рынки, поэтому особого интереса московское направление для Вильнюса не имеет. Эта гордая страна ведет экономическую войну с экономическим гигантом Китаем по кейсу Тайваня без особых затруднений. Так что и в экономике, и в энергетике у России нет возможностей для шантажа. Третий. Война. Официальные представители намеренно напирали на военное урегулирование конфликта в случае продолжения исполнения санкционной политики. Но тут скорее у Кремля говорил голос бессилия. Литва является членом НАТО, поэтому нападение на нее сразу активизирует всем известную статью, в соответствии с которой на Россию начнут прилетать ракеты со всех сторон. Причем Москва значительно отстает в неядерном потенциале, она заведомо проиграет войну с военным альянсом. Вильнюс фактически защищен военным блоком, а активизация военных действий похоронит не только торговлю с Кёнигсбергом, но и всю Россию. А других вариантов у Москвы нет. Перед нами достаточно чувствительная ситуация. Кремль полностью бессилен перед блокировкой Кёнигсберга. У него нет ни единого метода давления на Литву, ни законного, ни незаконного, ни сумасшедшего. Кроме коррупционного, но надеемся, что на данном этапе сработают принципы. ЕС поймал быка за рога и теперь может пинать Москву в любую удобную сторону. ЕС хочет решить продовольственный вопрос. Есть грубый зеркальный вариант. Полная блокада Кёнигсберга с предложением признания независимости временно оккупированной территории с планом дальнейшей передачи ее на историческую родину. Но Брюссель, скорее всего, пока на такое не пойдет. Зато законно не пропускать санкционные товары может без особого риска. Субтитры создавал DimaTorzok